Меня зовут Марина Маги и вы находитесь на канале проекта без 15.6 до, после, после. До, после, после. О чем канал? Если коротко и очень обобщенно, то о похудении. Ну а если развернуто, то все гораздо глубже. Мы занимаемся вопросом лишнего веса с точки зрения психологических аспектов похудения. Не только в области диетологии, биомеханики тела. Мы не будем разбирать узкие вопросы на тему, как конкретно похудеть, как быстро накачать попу к лету, что более энергозатратно, кроссфит или функциональный тренинг, табата или круговая. Тут вы не получите рекомендации по питанию, никаких занудных рассказов про БЖУ, Килараш. Чем заменить майонез, есть ли толпы обезжиренных продуктов и даже как приготовить низкокалорийный бургер мы вам не расскажем. Почему? Да потому что вы не похудели не потому, что не знали ответы на эти вопросы, а потому что не смогли довести до конца ни один из выбранных ранее способов. И я вас удивлю, но вы уже все знаете для того, чтобы похудеть. Безумие. Это пиздец. О, Боже, что они делают? Как мы это сделали? Прикинь. Выдайте, что мы идем делать. Я прям голой жопой села на раскаленную сидушку и чуть не умерла от радости. Продолжение следует... Рынок похудения перенасыщен диетами, методиками, авторскими программами, чудо-способами. Около трех тысяч диет, более ста видов спорта, не считая сами тренировочные программы. И несчетное количество околодиетных способов в мире уже создано. Травянистые настои, ягоды Годжи, зеленый кофе, пластыри, наклейки, таблетки, сережки в ухо, голодание, детоксы, коктейли, массажные комплексы, чудо-пояса. Перенасыщен рынок, в том числе и специалистами. Как голуби в Венеции с каждым годом все плодятся и плодятся. Фитнес-тренеры, диетологи, нутрициологи. А магов, волшебников, чародеев и целителей готовых предложить вам услуги в области похудения больше, чем пчел в ульях. Только я не уверена, что они там мед добывают. Субтитры создавал DimaTorzok Первый навык, который нужно освоить худеющие, это навык фильтрации. Фильтрации. Сегодня, как никогда, назрела необходимость фильтрации. Поток информационного шума, сваливающийся на одну бедную худеющую единицу, сегодня убийственно велик. И если ты сегодня не научишься фильтровать, быстро умея определять, что конкретно имеет смысл в себя впускать, а какую информацию сразу посылать нахер, то ты не просто не похудеешь, но еще и эволюция обойдет тебя стороной. Будешь тянуться где-то вот там, в самом хвосте плацкартного вагона. Не способы тебе нужно новые искать и не диеты тестировать, старых достаточно, а фильтровать научиться. Фильтровать. Канал до после после и будет для тебя таким фильтром. Это муляж яиц. Тайцы очень странные. Все кладут муляж фруктов, а здесь яйца. Зачем? Там вот девушка, у нее такая похо-обалденная, просто негритяночка. Я понадею, вот их похуй. Она прям орел. Ого! То, как мы решаем проблему лишнего веса сегодня, и то, как ты ее решаешь, в корне неверно. Мировая статистика херачит нас всех реальностью по хребту, заставляя увидеть, что мы сильно, очень сильно заблуждаемся относительно проблемы лишнего веса. Движемся вообще не туда. Что там мировая статистика? Посмотри конкретно на свою статистику. Сколько раз ты садилась на диету? Сколько конкретно диеты доводила до финиша? И самое интересное, скажи, пожалуйста, сколько раз тебе удалось сохранить результаты после диеты? В длящейся перспективе хотя бы на годик. Друзья, мы попали в галерею потрясающей художницы. Просто зависаем на каждой картине. Сейчас мы вас познакомим с тем, кто эту всю красоту создает. Привет! Привет! Меня зовут Дуанда 1. Дуанда 1? Да. Меня зовут Марина. В виде фотографии очень красивой. Субтитры делал DimaTorzok Двенадцать тысяч на наших... Хочу такую картину домой За последние тридцать лет проблема выросла в три раза В три раза за тридцать лет Как мы это сделали? Блять, как мы это сделали? Россия сегодня на третьем месте в списке самых толстых стран мира Кстати, Урал, а мы на первом месте среди регионов Чувствуете это? Гордость Первый среди регионов И канал до-после-после о том, как верно и как правильно худеть Мы будем говорить о проблеме лишнего веса в контексте психологических аспектов О заблуждении рынка похудения И заблуждениях всех мягких людей В том числе и твоих заблуждениях Почему через борьбу и усилия проблему лишнего веса не решить? Почему происходят откаты и срывы? Вы узнаете, что срывы – это ваш спасательный круг, брошенный организмом вам же С целью вас спасти Прикинь? Сегодня у нас с Ириной разгрузочный день на кокосе И мы не нашли ничего лучше, чтобы прийти на фудмаркет И вечером, когда очень хочется есть, просто позырить на еду Это было, блин, ошибкой Нельзя так делать Мне интересно, это реально креветка? Она выглядит не как креветка Она даже не пахнет ничем Какой-нибудь порошок, которому придали вид креветки Нет, я не буду это пробовать Безумие, полное безумие Да, смотри, это даже не мясо Она не знает, что это Она не знает, из чего это сделано Я пробовала желтая пуха, очень вкусный Сразу расшифрую название канала до-после-после Почему до-после-после? В похудении есть три этапа Но если ты худеющая со стажем, то ты уже давно их пронаблюдала И я не думаю, что будешь отрицать Этап до, этап после и третий Самый таинственный, скрываемый всеми худеющими этап После-после После-после это откат После которого ты становишься шире, чем была до Этап, о котором все знают, но его не принято обсуждать Да что уж там Ты сама до сих пор не признаешь его наличие Нет его, нет Не принимаешь, отрицаешь и надеешься, что каждый раз после диеты будет как-то по-другому Вес не вернется, откат не случится А вес всегда возвращается И если не вернется сразу после диеты То в перспективе трех лет, будь уверена С 90% вероятностью вес к тебе вернется С 90% вероятностью И это не пустословие Вот тебе данные крупного исследования на этот счет Оставлю ссылку в описании О боже! О боже! Что они делают? Сейчас мы попробуем по-другому Немножко подошли На коленках это просто Классно И если основательно разобраться в вопросе лишнего веса То быстро понимаешь, правильно делает вес, что возвращается Движение на усилии должно завершиться откатом Это принцип стабилизации, действующий в любых живых системах Поэтому пора всем нам признать, что тот, чье имя нельзя называть вслух Существует И неминуем, дорогая моя, если ты худеешь на усилии Худеющие, посмотрите на неминуемость отката трезво Перестаньте его отрицать Перестаньте верить, что будет как-то по-другому Если ты движешься на усилии По-другому не будет Сегодня вся моя работа служит предупреждению срыва А не дефибрилляции в момент, когда все уже произошло Когда ты уже сорвалась и кусок торта залетел тебе в рот Такие моменты, я не знаю, что тебе делать Я знаю лишь только то, что если это уже случилось Значит ты облажалась где-то еще раньше Этот канал до-после-после Моя попытка предупредить тебя от ошибок Предотвратить этап после-после Обучив, каким должен быть этап до Пробуем дуриан Ну что, буду пробовать самый странный фрукт О котором, мне кажется, больше всего легенд Дуриан Чего только про него не рассказываю Но я знаю, что у страха глаза велики Так что лучше попробовать в ощущениях Как это? Я не могу Но запах реально Я поменьше Субтитры сделал DimaTorzok Все, мое знакомство с дурианом на этом завершилось Это пиздец Есть вода Люди, которые говорят, что дуриан это очень вкусно Мне кажется, они выпендриваются, блин Пытаются отнести себя к гурманам Срочно воды Срочно воды Слушайте, я себя не отношу к впечатлительным, но меня тошнит от дуриана Я теперь точно знаю, что такое дуриановая отрыжка Канал будет синтезом видеолекций от меня, Марины Маги Нарезок лекций без 15.6 Тренировок лайфстайла, ну и всего того, что нас сейчас окружает Прямо сейчас мы живем в Таиланде И местный колорит мы тебе тоже покажем Мы создаем обучающий сериал А сегодня все, мы очень хотим выходить каждую неделю И будем очень стараться Но так как у нас есть другая работа помимо блога Не обещаем, что всегда будет получаться Наш приоритет это качество контента, а не его количество Надеюсь, что увидимся с тобой на следующей неделе Прямо сейчас подпишись на канал Скинь ссылку своим худеющим подругам С тобой была я, Марина Маги И проект без 15.6 Увидимся на следующей неделе Пока Она резко упала И начала крутиться Кстати, может быть тебе не нравится манера моего общения с тобой Возможно, я кажусь тебе слишком наглой Самоуверенной и циничной Так и есть Потому что за долгие годы своих наблюдений за худеющими я поняла одно Худеющие не понимают язык любви Для тебя язык любви ассоциируется с мямличеством, неуверенной позицией Ты вот так вот слушаешь, тебе все очень понятно всегда Глазенками вот так вот хлопаешь, совсем всегда соглашаешься Но ни хера не делаешь Только умничаешь И тратишь свою энергию на херню всякую А мне важно тебе помочь, чтобы ты меня услышала Поэтому я буду разговаривать с тобой на языке силы И поверь, именно язык силы тебе сейчас и нужен К сожалению, это так Только по мере своего выздоровления от лишнего веса От пищевой зависимости и от других проблем Ты научишься воспринимать более высокие частоты любви А не пиздеца выписанного по расписанию А вообще я добрая